ой-ой-ой-ой ужас ужас он вообще он все разломал это вообще в ривде вы оторвавшись от вечерних пельмешков и удивленно вскинув брови спросите где где да да прикиньте именно в ривде вечером уже сильно впать мах при свете фонарей в парк победы что в центральной части города заехала фура вы когда-нибудь что-нибудь подобное видели или слышали вы конечно скажете что да и приведете пример слон в посудной лавке это кстати сильно напомнила фильм красотка где две продажные девки спорили об удаче ну вот скажи у кого это получилось ну у кого так вышло назвать тебе имя ну как бишь ее там чертова золушка но согласен слон в посудной лавке это пожалуй в истории цивилизации или как сейчас принято многополярно говорить в истории цивилизации и единственный пример описывающий неожиданное забуривание в парк победы огромной длинномерной фуры с зеленым седельным тягачом породы камаз со 152 нижегородскими номерами и здоровенным фургоном на загривке судя по набортной живописи приписанным транспортной корпорации и тэко обслуживающий значительную часть регионов россии вы спросите как фура могла заехать в парк в центре города как она вообще могла попасть в центральную часть города где движение тяжелых здоровенных транспортных фур вообще запрещено ну как как колесами судя по всему фура заехала в ревду с запада с московского тракта а потом попыталась объехать центр города покатилась на юг и приехала в парк победы а виноват конечно же навигатор водитель говорит что его навигатор завел это понятно что завел навигатор да собственно другой вариант кроме навигатора и не рассматривался казалось бы дальнобоя можно понять он из нижнего новгорода приехал в ревду в которой никогда не было наверное никогда уже не будет единственный способ ориентироваться в чужом незнакомом городе это ехать по навигатору но естественно этот камазит соседки понахватал от ревдинских аборигенов и совершенно по делу вот едешь ты по навигатору так у тебя же и глаза есть ты чё не увидел что в парк заехал многочисленные видеооператоры любители заставили фуру ведь не на въезде в парк а в его центре то есть фуровод такой ехал по уютным аллейкам парка несколько минут и думал что это тупо односторонка затерявшиеся в лесочке в общем косанул камазист знатно вовремя не остановился и для ревдинского парка победы наступил посудный день это в парке победы фура проехала и вы посмотрите что случилось фонарь просто с мясом снес вообще камеру все только что было но сначала свернул там что-то он вот сюда вот заехал он сейчас вот опять пятится назад это вообще что-то скамейки вон отодвигают снимают все вот скамейка пытались сейчас мужчины и и погнуть обратно не загнуть ее я не знаю это гибдд гаи они же должны что-то предпринять какой-то штраф ему выписать или что что вот с ним делать чем завершилась это терминаторское путешествие камазовского слона по посудной парково победной лавке недавно кстати переживший капитальный ремонт не сообщается но думается добрые ревдинцы во-первых наверняка показали нижегородскому дальнобойщику ближайший выезд из парка своих же интересах ну и во-вторых вызвали в парк гаи ибо ну там фура оставила после себя косяк на косяке читает дтп на дтп снесенные фонари лавки урны за это придется заплатить и не только рублями а может быть даже и правами но это не факт ну и на пассажок как всегда в качестве небольшого панчика а знаете почему реально этот грузовик сильно напомнивший комедию сорокалетней давности зеленый фургон с харатьяном в главной роли заехал в этот парк навигатор здесь вообще не причем сейчас такое время что нужно искать глубинные да нет не государства а глубинные смыслы да будет вам известно что этот камазовский зеленоголовый сидельный тягач в заводской классификации обозначается кодом м 1945 прикиньте вообще неудивительно что камаз 1945 нашел таки свой парк победы все в шоке